Звезды толстеют, а потом стремительно худеют. Как? Как им удается скинуть десятки килограммов за считанные дни? Сегодня в нашей студии, в студии говорим и показываем неподражаемая Лолита Милявская. Встречайся. Здравствуйте. 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 Как? Анализы? Анализы сразу. Нет, это у меня не анализы совершенно. Я увидел многочисленные сайты, в которых написано, что я похудел, и предлагается якобы мой метод, 25-й кадр, еще какой-то кадр, написал заявление в милицию. Поэтому я еще раз пришла в вашу передачу, чтобы сказать всем, ребята, все, что вы видите, все сайты, где написано Милявская или еще кто-нибудь худеют так и так, и это диета, ради бога, не отдавайте свои деньги, потом не проклинайте нас, потому что артисты к этому не имеют никакого отношения. Вот прежде, чем ты присядешь на диван, ты сказала на всю страну, что не похудела, вот давайте все-таки зафиксируем весы, пожалуйста, в студию. Не-не-не, это я не буду. Рассказываю, почему вы можете дать весы. Давайте-давайте, давайте. Но будет становиться Лера Кудрявцева. Я не остановлюсь на весы по одной простой причине. Они у меня дома пылятся. Я даже не знаю, есть ли там батареи. Один раз я встала на весы, зафиксировала вес и поняла, что у меня начинается депрессия. Потом я подумала, зачем мне это надо, и я поэтому не употребляю весы, не в пищу. Я что, 888 вешу, что ли? Вот, 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 вот я сразу знала, весы неправильные. Ё-моё, тяжелый костюм какой. Лишнее. Лёнь, я не буду взвешиваться, потому что я призываю к этому, это, кстати, всех. Потому что это не нужно. Ты находишься в том самом возрасте, когда особая худоба тебе не подойдет, у тебя просто повиснет кожа. Мне 48,5 лет. Мы этого не слышали. Мне модель, я всем говорю, не скрывала. Мне не нужен модельный вес. Зачем я это буду делать? Ну, стой, стой, стой. На коленях стою. Давайте весим мою руку. Ну, стой. Давайте. Вот одна рука давления. Да. Между 18 и 21 килограмм. Всё, ладно, забили. Один раз в жизни встала, именно тогда, когда поплыла. И тогда я получила депрессию. А сколько было тогда? Ну, тогда, если... Вот, я сейчас скажу честно. Было 82 килограмма. Ну, это не так много. Это много, это много. А рост какой? Для человека метр семьдесят три, который весил всегда пятьдесят шесть. Давайте посмотрим видеосюжет. Внимание, на экран. Когда Лолита только начинала карьеру в шоу-бизнесе, её фигуре могла позавидовать любая топ-модель. Но из-за неправильного питания певица начала стремительно набирать вес. Перешагнув отметку 80 килограммов, звезда решила похудеть во что бы то ни стало. И уже через несколько месяцев на своей свадьбе флистала в обтягивающем мини. Сейчас певица не стесняется своего тела. Лолита ест всё, что захочет и в любое время суток. Сегодня делали свежий. Всё, и теперь два дня не будет есть. Это её обед, завтрак и ужин. Сейчас не буду, и завтра буду. Как же вкусно жрать салат, ливи, наночки. Что за секретную диету использует Лолита? Оказывается, чтобы похудеть, она прошла обследование у прописторов. За сутки я сдала такое количество анализов. Даже представить себе не можете, какое. Последний анализ 8 утра, анализ на дыхание. Помимо крови, помимо суточной мочи, помимо всяких вот исследований внутренних органов, я всё время на это, на это, на это, на это, на это, на это. Я просто, я в 2 часа ночи, я была уже таким кроликом, причём я очень хотела есть, а там буфет закрыт. Я начала у себя в сумке искать что-нибудь съестное. Я нашла жвачку, которая была вся в волосах. Я никогда в жизни, я не знаю, сколько лет она пролежала в моей сумке, но как я жевала эту жвачку. Я просто понимаю, что такое люди, которых долго не кормят. Причём именно там я захотела есть больше всего. Через 2 недели только мне врачи сказали, вы знаете что, у вас на почве переутруждения, стрессов и всего нарушился не обмен веществ, а то, что называется углеводы, баланс углеводов. То есть я считала, что я ем яблочко, и от этого, как бы, я вот, я же вроде расту, а от этого, в принципе, я должна худеть. Оказывается, что в моём организме не перевариваются ни яблочки, ни грушки, ни виноград, ничего такого. Нельзя? Абсолютно нельзя. Нельзя мои любимые суши, всё, что я считала диетическим питанием. Ничего себе. Только через 2 недели мне выдали вот такую папку с моими документами. И после этого выдали коробку с питанием, в котором было рассчитано то количество килокалорий, которое мне нужно с учётом моей работы, моего возраста, веса костей, всего остального. Она включала 6-разовое питание. Я столько не ела в жизни, чтобы на самом деле сбавить вес приблизительно до 10 килограммов. Надо есть меньше, но чаще. 6 раз в день и столько я никогда не ела. Я могу сказать, что на следующий месяц, месяц я продержалась на этой диете, через месяц эту коробку начала есть я, мой муж и мой водитель. Мы втроём ели из одной коробки. Я компенсирую своего мужа. Он очень худой, а я в нормальных формах, которые нравятся моему мужу. Я всё время пытаюсь его накормить, и его как-то так, чтобы он подобрал вес, потому что мне не нравится, когда на нём висят джинсы, на нём всё висит. Вот я всё время говорю, вот такое лицо. Я ему показываю, как мой дедушка мне, когда я была маленькой, когда я не хотела есть. И я вам честно могу сказать, что мне кажется, что все увлечения массовой диетой это патология. Нет. Это попытка уйти куда-то от чего-то в этой жизни, от какого-то раздражителя, как люди, которые ходят бесконечно к пластическим хирургам. Мы говорим о полноценной жизни, где ты должен знать, что да, я сегодня расслаблюсь, ну да, я сегодня... Я не хочу приходить на день рождения к друзьям и говорить, ой, вы знаете, я это не ем. Ой, ну нет, что вы, это у вас сколько тут килокалорий? Я буду идиоткой. Последний. Нет у меня друзей, которые бы сидели, и слава богу, у них у всех здоровая психика. Читал о том, что твой концертный директор якобы неудачно занимался похуданием, соблюдал диеты, закончил все это очень печально. Восемь операций. Ой. Похудела на 40 килограммов, потом прибавила 80, желчный пузырь удален, количество кишок удалено, и это врачи Израиля подтвердили, что это средство, скажем так, последствия диеты, которой она придерживалась. Что такое диеты, которые выданы вам, вам и вам? Вам одинаково, вам одинаково. Без такого количества анализов невозможно подобрать диету. Они мне еще объяснили такую штуку. Вот я при своей диете, ну, до пятницы я сидела, а суббота, воскресенье, день рождения. Можно вот выпить, поесть. Они говорят, можно, конечно, но вы должны знать, что если у вас не перевариваются углеводы, то вы можете себе позволить мясо. Вы можете есть мясо, сколько вы хотите. Вам можно, именно мне. Мясо с зеленью. Зелень, это же и есть углеводы. И вот эта вот, как бы безграбутность нашего населения, В рационе каждого человека должно присутствовать все, по микроэлементам. То есть вы ели белки с углеводами, я вам объясняю, это тоже как врач. И сейчас вы говорите о том, что вам назначил белковую диету, но я как уже врач, я вам что, сказал белковую? Конечно, подождите, у вас углеводы не усваиваются. Подождите, углеводы, вы врач, вы сейчас со мной разговариваете? Конечно. Если вы диетолог, вы подбираете, да, у вас все базы. Безусловно, у вас базы есть, вы кроете, суточную мочу, все, да. Мы вызываем лабораторию к себе в... У вас лаборатория к себе. Клинику, да, вызываем, и она делает все анализы. Много анализа? Рядом с вами сидит пациент, который может это подтвердить. Кто это рядом с Лалитой пациентом? Лариса Лужина. Ну, вы за диету или против? Я не за диету, я за... За образ жизни. Есть просто определенные вещи, которые ты можешь есть, которые не можешь есть. Я с этим совершенно согласна, потому что я могу на этом спокойно себя чувствовать комфортно. И еще есть система иглы, которая вот я, вот у меня она есть, эта иголочка, я ее вставила сюда, она у меня два месяца, я безумно любила, как кто-то рискал жрать, как говорится, я любила тоже, я обожала есть, я от всего получала удовольствие от еды. Я сейчас, честно говорю, перестала получать удовольствие от еды. То есть я понимаю, что мне нужно есть, но меня ограничивают, что-то меня держат. Итак, у нас есть видеосюжет, дорогие друзья, внимание. В свои 73 года актриса Лариса Лужина ведет активную борьбу с лишним весом, и раз в неделю ей делают особенный массаж. Ну, у меня по-сому проблемна вот эта часть вся. Поэтому я как на нее стараюсь больше делать массаж, потому что здесь хочется все убрать. Хотя руками тоже хорошо. Руки там живое, тепло передается еще, энергетика хорошая. Лужина радуется каждому потерянному килограмму и сантиметру. У меня стали талии немножко поменьше, там, на 4 сантиметра, ноги на 2 сантиметра, руки. Понимаете, все, я как бы немножечко вся сгруппировалась. Специальная сережка, которую носит актриса, помогает ей не только в борьбе с лишним весом. Я попросила лично поставить аметист, потому что он предохраняет это по алкоголизму. Они думают, что у меня украшение, я говорю, нет. Кроме того, раз в неделю Лариса Лужина делает иглоукалывание, чтобы сохранить молодость и красоту. Повышаем иммунитет, еще улучшаем жировой арген. Подтягиваем овал лица, вот, и делаем такой акупунктурный лифтинг. Я считаю, что вообще женщинам нужно обратить внимание, особенно во время, вот, когда климакс начинается. Я человек недисциплинированный, понимаете? Я сама собой заниматься своим здоровьем не умею и не могу. И на меня никто не может подействовать. Я уже в том возрасте, когда мужчины на меня не действуют, и у меня никаких комплексов не может произойти. Понимаете? Потому что я должна только сама о себе думать. И мне нужно мое здоровье вернуть, потому что я еще хочу вырастить трех внуков. Никто мне не заставляет худеть на 20-30 килограмм. Я могу похудеть на 5, на 6, на 7 килограмм, которые будут только мне пойдут на пользу, на мое здоровье. Мне перестанут болеть ноги, я не буду там, не знаю, тяжело ходить, вступать, как слониха. Я буду, по крайней мере, ни одышки не будет, я буду хорошо себя чувствовать. Уникальная диета от Инны Воловичевой. Как похудеть на 40 килограммов? Об этом после рекламы на НТВ. Говорим и показываем о лучших диетах от звезд шоу-бизнеса. Наша следующая героиня похудела на 40 килограммов. Встречайте, Инна Воловичева. АПЛОДИСМЕНТЫ Я мое дело предложительно, может, сразу нам дать? Нет. Нет? И вы скажете нет? Нет. Знаете, вес вас нужно рано утром. Так. Перед тем, вы должны сходить в туалет. Так сейчас 7 утра. Ничего, не кушать. Ну, нам не миллиграммы, нам общая хотя бы картина. В целом, 3-4 килограмма за день человек прибавляет. Бьет воду. Вы прославились на всю страну, когда скинули... Да, и поэтому я уже ненавижу. Ненавижу весы. Не хочу даже говорить сколько. 40 килограмм я скинула. 40 килограмм. Да. Ничего себе. Может, попробуем? Нет. Весело я 115 килограмм. Это было около... Знаете, чтобы так отрезвить память всех наших героев, мы сейчас покажем фотографию, какой вы были. Вы что, хорошая? Ну, что ж тут страшного? Красивый этаж. Вот говорят, даже лучше, чем сейчас. Милая девушка. Спасибо вам огромное. Как вас зовут? Немножко старше, чем сейчас. Как вас зовут? Ольга. Ольга, молодец, Ольга. Ну, я как тетка выглядела. Посмотрите. Почему? Нет, там не видно дельфины. Там классная аппетитность. Да, красивая, яркая женщина. Это кто внушил, кстати? Вот, кстати, Лолита, действительно, зачем было худеть? Я не знаю, что внушил. Может быть, человек чувствовал потребность для позвоночника, еще чего-либо. Нет, долгое время мне нравилось даже. Грудь восьмой размер, и вся такая красивая вроде бы. У меня все равно пропорция была. У меня живот там никогда особо не висел. И какой-то идиот произнес в адрес красивой женщины слово «корову». Ну, знаете, благодаря этому я все-таки стала лучше. То есть благодаря этому идиоту, да? Ну, их было много, скажем так. В честь этого идиота пройдитесь, пожалуйста, по нашей студии, под аплодисментом. Их было много. Ладно, мы будем аплодировать. И после этого у меня был жуткий стресс. Я понимаю, что похудеть нужно постараться самой. Как худели вы? Ну, есть продукты, которые я не ем вообще. Какие? Это картофель, это бананы, виноград я не ем, я не ем белый хлеб, я не ем мучное, сладкое. Вообще? Да, но я очень люблю жирное и жареное мясо. И я периодически себе это позволяю, но, естественно, без углеводных гарниров. Сейчас я не сижу на диете. То есть стейк можете съесть? Да. То есть я уже примерно научилась слушать себя, понимать, что я могу скушать. У меня, во-первых, желудок сократился, это очень важно. Ну, как ты себя эмоционально чувствовала? Мне кажется, что... Очень тяжело было, потому что все давили. Ну что, голова кружилась, состояние, вот что хотелось? Первое время, да, потому что, ну, представляете, если вот, ну, я не ела до этого, я жрала. Вот я могу в этом признаться, я действительно жрала. Я могла ночью встать, покушать макарошки, картошки, там, не знаю, пельмешки и все это в больших количествах. Ну, знаете, большинство полных людей, это, скорее всего, избыток еды. Потому что лишний большой процент людей на самом деле там имеют проблемы с обменом веществ. Все остальные, ну, честно, просто жрут по ночам и не признаются в этом. Я готова признаться, я жрала по ночам, поэтому я была такая. Я ела по ночам. Лера. Ну, у Леры другая конституция. Что ночью ест Лера Кудрявцева? А все что угодно. Что хочет. Вот я что хочу. Что хочет в эту минуту. Я не отказываюсь себе в хлебе, что у меня дома вот такая корзина шоколадных конфет. Я безумно люблю пирожные, булки, шоколад. Я все, я это ночью, потому что днем я мало ем. У меня ужин, у меня еда начинается ночью. Девочки, простите. Это я, я тут вообще не притягиваю. Я там самой кислой женщиной в нашей стране, Лолита Милявская. Честно скажи, диет никогда в твоей жизни не было? Клянусь, никогда. Липосакции не было? Я не умею на них сидеть. Липосакции не было? Никогда. Подтверждаю. Я могу встать, но... Ты всегда прекрасно выглядишь. Ботинки могут видеть. Ботинки тяжелые, действительно, вижу. Только вслух не вздумай сейчас сказать. Девяносто... Семь... Да, это и есть мой вес. 51, друзья. Это и есть мой вес. 51. Засилие вот этих глянцевых обложек с аналитистичными девушками, это, конечно, кошмар. И ведь у наших мужчин, начиная с молодого возраста и заканчивая, да, у них идет уже такая ассоциация. Если у меня девушка, значит, она должна быть худая, у нее не должно быть ни сички, ни попа, ничего. Нет, что-то должно быть. И тогда это красиво, и тогда это престижно. Я считаю, что это кошмар. Ну, это, как правило, у мужчин, у которых у самих ничего нет. В голове нет ничего. В смысле? В котором их любят женщины. Вот такая логика. Мне кажется, девочки... Я обожаю Лолу за то, что она пропагандирует абсолютно правильные, чтобы у женщин не было комплексов. А вот она себя чувствует вот так прекрасно в этом возрасте, в этом весе, и это здорово. И что самое удивительное, она вышла прекрасно, у нее офигенный молодой мыль. Он перестал со мной в горлоцах за тренажерный зал, и предлагает мне вечером покушать, потому что знает, что если я не поем, я действительно злая, и я не могу ничего с тобой сделать. И вообще не в этом дело. И не собираюсь травить себя ничем. Значит, ты ешь все подряд. Можешь даже ночью открыть холодильник. А Лазарев? Я это делаю каждый день. А Лазарев? Он нет. Что он нет? Он на диетах сидит? Да, да. На каких? Ну, белок отдельно, овощи, хлеб немного. Трудится, в общем. Но он, кстати, вот придерживается. Ты знаешь, это не диеты. И тренажерный. И тренажерный зал. И поэтому у Сережи это совсем другая история. А я ем, да, и он мне постоянно тыкает. Тут мы сейчас в месяц были в Америке, и там еще и фастфуд такой вкусный, жуткий. Я понимаю, что это вредно. Не надо на меня так зло смотреть. И я не говорю о том, что вот то, что я ем, это хорошо. Нет, это не хорошо. Я на самом деле не придерживаюсь диеты, но я придерживаюсь, в принципе, правильного питания. Я зимой поправилась вот этой зимой почти на 10 килограмм. Я жрала. Я просто дико... Ну, на почве чего? Не знаю. Я съездила в Аргентину, увидела там какие-то песочные торты с свареной сгущенкой. И я ела их неделю. Я только за неделю из Аргентины привезла лишние 5 килограмм. За неделю. И, соответственно, зимой, конечно, я вот на всем этом празднике почему-то я... Что делает Аргентина с людьми? Я съездила в Аргентину, 6 лет не ела мясо, начала есть. Я не ограничиваю... Для тебя это проблема. Я не ограничиваю сейчас себя в шоколаде. Это единственное, что я могу есть из сладкого. Но я перестала есть вот уже как бы 2 месяца торты, печенье. Могу немного хлеба съесть. Но чуть-чуть... А ночью, как Лера, можешь открыть холодильник? Могу открыть холодильник и максимум, что я могу съесть ночью, это какой-нибудь обезжиренный кефир или фрукты? Я также абсолютно... Более того, я перепробовала все. Я просто хочу сказать, что я всю жизнь, оказывается, я просто потом поняла, что я была... Знаете, есть со спиртным ты алкоголик, да? А есть пищевой алкоголизм. Вот я была пищевым алкогол... Вот я как бы для себя такой термин как бы решила, что это пищевой разврат. То, как мы живем и то, как мы едим. Мягко говоря, абсолютная распущенность. Абсолютная распущенность. И если мы действительно будем... Мы же соблюдаем культуру, мы моем руки перед едой, мы там носим, какие-то вещи женщины хотят иметь, красивое платье, и все. Ну так почему же мы не соблюдаем культуру еды? Это та же культура абсолютно. Абсолютно та же культура еды. И ей нужно так же учиться. Я всегда прислушиваюсь к себе. И вот я вчера приехала к подруге, и я съела у нее полбанки икры с вот такими кусками хлеба с маслом. Я такая счастливая за мной. Приехал муж, который сказал, может, еще... Он когда видел мои счастливые глаза, он сказал, слушай, может, еще... И я еще... И я еще буду есть только, сколько вообще эти эндорфины будут вылезать у меня из глаз, и я этим буду заражать тех людей, которые приходят ко мне на концерт. Я больше не могу! Эклеры в студию! Дайте что-нибудь сладенькое! Нет, пошло! Да! Жареную почетку! Нет, мне, мне, я не завтракала. Я просто не кушала еще, простите. Нет, давайте, Влад, давайте мне... Куда-куда-куда-куда-куда! Про меня забыли. У меня есть конфетки с собой. Вот смотрите, завтра концерт. Да. Позавчера у подруги икра с белым хлебом. Делать-то что? Другой плачевать. Все, полтора часа репетиции полноценной перед концертом. Так. И ты входишь в платье, потому что и нервное напряжение, и физическая нагрузка дает возможность тебе опять войти в это платье. Плюс за концерт каждый раз я теряю минус 2 килограмма. Если я ничего не поела после, эти 2 килограмма у меня не придут. Если я съела хоть что-нибудь, они могут вернуться в виде там жидкости, еще чего-то. Все, я начала знать свой организм. Лень, а я знаю, как похудеть за 40 минут на 2 размера. В общем, нужно вытянуть ножки, ручки вот так, лечь на пол. Там не должно быть ковром и ковром никаких. Блин, я вам открою секрет, мы на телевидении. Где лечь, куда сесть? Я в таком коротком... Давай вместе. Давай, господи, пожалуйста. Вот смотри. Тут чисто? Чисто. Ложимся. Сам мыл. Давай ляжем. Куда мы, давай ляжем. Вам не покажешь. Так. Смотри. Вот так вот делаешь. Так. И ручки вот так высовываешь. И ручки. Вот так. И начинаешь вправо, влево, вот так вот 40 минут кататься. У меня космин дорогой, ты знаешь? Вот так вот катаешься. 40 минут, 40 минут. И что, и что, и что потом? А потом? И что? Потом живот у тебя, живот распределяется вверх и вниз. Виктория, никогда не поверишь, что если вы мне скажете, что у вас есть большое желание, ну, скинуть вес ради, там, красивого платья, или там, чтобы блистать где-нибудь на юге Франции. Брюкни, купальники. Конечно, сейчас рассказывать и говорить, что избыточный вес – это никакая не проблема для здоровья и жизни, это будет обманом, что и понятно. Но самый большой комфорт испытывает для моего веса – это мой голос, который теплится, потому что моя масса позволяет мне издавать какие-то звуки. И даже много лет, можно сказать, гимн моего, так сказать, существования на эстраде – это фактически «Не обижайся, крошка, что в теле много веса, он слишком веский повод для мужского интереса». Понимаете? Понимаю. Это гармонично, это было так на самом деле до тех пор, пока я не столкнулась с реальной проблемой. Сейчас мы с моим молодым человеком планируем завести детей. И это браво! Мы за демографическую ситуацию с вами. Сегодня утром Виктория была у женского врача. Давайте посмотрим видеосюжет. Внимание! Виктория Пьер-Мари, поняв, что не может забеременеть, обратилась за помощью к гинекологу. Мы не предохранялись любимым, но пока не удается сделать главного момента. Первичный осмотр сразу выявил проблему. Нигде не больно? Вот той штукой полегче. По словам врача, возможно, певица не может стать мамой из-за своего лишнего веса. Нам нужно, ну, килограмм 10 точно будет сбавить. Лишний вес может влиять и на вашу иностранную функцию, и на способность к вашему детраждану. Виктория Пьер-Мари решила, что пройдет полное обследование и сделает все необходимое для того, чтобы стать матерью. Избыточный вес является огромной проблемой для того, чтобы его зачать. И даже если женщина может забеременеть, не факт, что она успешно выносит эту беременность. И поэтому, конечно, в первую очередь нужно вес сбавлять. Сколько нужно сбросить лишних килограммов для того, чтобы все получилось? Сбрасывать нужно как можно больше, вот уже в ближайший короткий срок сбросить. Виктория, что делаете для этого? Вы знаете, фактически ничего, потому что когда артист сбрасывает вес, он голодает, а артисту голодать нельзя. Когда артист голодный, он злой, у него появляется стресс. Мы все-таки не об этом. Желание стать мамой, наверное, сейчас гораздо больше у вас, чем... В этом и трагедия заключается. Врач мне сказал, что на довольно-таки продолжительный период нужно отказаться от своей любимой профессии, собственно, которая является жизнью для каждого артиста. Вес какое отношение имеет к этому? Вес имеет отношение к тому, что женщина, а, поправляется. Большие нагрузки на сосуды. На сердце. На сердце. И осевая нагрузка на позвоночник и на суставы, это также нагрузка на сердце. За ней, которая нравится в этом теле, такая прям... Дело в том, что ее суставы просто носят 20-30 килограмм лишнего веса, совершенно никому не нужного. Кроме того, сердце – это мышца с кулак, и она проталкивает кровь через ненужные ткани. То есть 10 килограмм лишнего веса – это 15 километров лишних сосудов. И представьте, когда еще беременная женщина, у нее километраж увеличивается за счет кровоснабжения плода. Да, то есть это колоссальная нагрузка, но более того, почему нельзя зачать, не получается, потому что подкожно-жировая клетчатка, она синтезирует женские гормоны. Подкожная клетчатка синтезирует женские гормоны, женские половые гормоны. Половые органы находятся в том месте, где у женщины наиболее скапленные жиры, которые обволакивают женские половые органы. Это фабрика синтеза гормонов, поэтому они мешают зачать. Моя мама до 8 месяцев скакала на сцене. Была эстрадная певица и успевающая. И до 8 месяцев с животом, которого почти не было, не видно, она находилась на сцене. Это никак не сказано, это все индивидуально. Почему я и пришла сегодня на эту передачу. Еще раз подчеркнуть каждому, все, что есть, индивидуально. Вы знаете, проблемы с личным весом, к сожалению, часто мешают женщине стать матерью. В нашей студии недавно была балерина Римма Сологубова и делилась своими переживаниями. Давайте посмотрим видеосюжет. Балерина Римма Сологубова ради карьеры всю жизнь сидела на диетах. Я всегда худела. Через какое-то время вес возвращался. Я думаю, боже, доколе я буду так мучить свой организм? При росте 165 сантиметра она весила всего 44 килограмма и не могла забеременеть. Мне мой врач говорит, что из-за того, что у меня не хватает веса, я, к сожалению, не могу стать мамой. Врач-диетолог пообещал Римме, что питаясь правильно, она сможет набрать нужные ей килограммы и стать матерью. Это не проблема, решается все вот так. Я назначу определенную деталь. Уже два года вот так щелкнет человек. Через два месяца будет мамой. Римма Сологубова сегодня в нашей студии. Встречайте ее. Ну что, результат, так сказать, далеко. Мечта сбылась? Сбылась. Вы что, я самая счастливая женщина на этом свете. Ну, я не буду спрашивать, как это получилось. Мне все-таки последствия больше интересны. Мальчик или девочка? Мальчик. Мальчик. Да, Данечка. Виктория тут говорила, что из-за того, что у нее лишний вес, ей врачи говорят, да, мне говорили противоположное. Но я в глубине души была не согласна с врачом. Почему? Мои коллеги-девочки, которые такие же худенькие в силу своей профессии, рожают, беременеют и рожают одного, двух, трех детей. И я думаю, ничего, ничего, я добьюсь своей цели. Если Рима позволит, я знаю, что есть приметы, которые работают. Лучше, чем все советы всех врачей вместе взятых. Надо погладить животик, если позволит. Да, конечно. Я с тобой. Вы родите еще быстрее, да? Да. Думаю, Масеньки. Все там роди скорее большую и хорошую. Кинаются, да? Конечно. Женщина, которая в свои 40 лет весит 39 килограммов, сразу после рекламы на НТВ в нашей студии. Говорим и показываем в эфире НТВ лучшие звездные диеты в нашей студии. Наша следующая героиня весит 39 килограммов. Встречайте, Татьяна Крыльцова. Я ей помогу. 36 килограммов весит наша героиня. Я ошибся. Ну и с вещами 39. В принципе, я мог бы одной рукой вас снимать. С вещами, Горя, 30. Понятно. Остановитесь. Ой. Ой. Я два стакана кофе выпила. Я чувствую не только кофе, а 39, да, 39 сейчас с вещами. Два стакана кофе, это так много? Не, ну я еще мандаринку съела. Еще и мандаринку съела, говорит наша героиня. Действительно, можно лопнуть. Татьяна, давно в таком весе находитесь? Вот лет в 20 начала вот это дело, там, мама кормит, я прячу, выбрасываю. Сначала ничего не ела. И потом я стала 26 килограмм. Мне было 30 лет. Я была 26 килограмм. Да. Рост метр все четыре, представляешь? То есть вот ветром сносит, идешь. Я вот хочу просто посоветовать. Конечно, мне и стыдно немножко, что вот. Но сейчас-то я вот за 8 лет набрала вот 10 килограмм. Было 26, вот сейчас реально я 36. И это так сложно. Ветер дует, сносит. Люди пальцем показывают. Вот так, ой, кто это там? Ну, дистрофика какой-то, правильно? После этого ломаются кости. У меня 8 переломов. Ноги, руки, все стоманы. А дети есть у вас? Какие дети, если у меня нету веса? Нету, менструации нету. У меня там ничего нету. Ну, прекращение функции начинается. Какая-то, кстати. А что заставило, вот что в голове промелькнуло? А в голове, Леонид, смотрите, у меня получилось так. Показывайте. Чего-то я такая вот толстая. Я весила 56 килограмм. Так, это вам сколько было лет? Ну, это 20 лет где-то было. Так. А потом я что-то решила, что вот надо так, так. И, а там же идет уже зависимость такая, что хочется достижения, достижения, достижения. И чем меньше, тем лучше, тем меньше, тем лучше. И, короче. А от кого это пошло? Это кто-то же первый зародил это зерно. Папулька мне говорит. Папулька. Вот, вот. Нет, он мне говорит. У вас близких это услышит. Нет, он не мне говорит. Он просто, ну, вот между собой не с мамой общается. Ну, я же взрослая же девочка. И это... Да, что-то схуднуть надо. Схуднуть надо. Ну, папуль выражил такое. Все на себе. О себе, не обо мне. А схуднула я. Он со мной несколько лет только по телефону разговаривал. Я говорю, тебе не зайду, пока не поправишься. И вот я 8 лет эти 10 килограмм набирала. То есть ты не ешь или ты не хочешь? Нет, я есть хочу всегда. Но у меня организм не принимает. Я, честно говоря, я не то что в ужасе. У меня аж мурашки по коже пошли. Потому что я слышала о анорексии, я слышала о булимии. Но когда ты видишь вот так вот живую человека... Реально. Страшно, я не знаю, знаешь, почему ты видишь это. Нет, 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 моя девочка, прости ради бога, потому что я закрыла... Я увидела это, ну, как бы вот я вижу тебя, я вижу твою историю. И это, мне кажется, нормального человека это не может не привести в ужас. Анорексия – это разновидность, к сожалению, отклонение психики. Конечно. И она не лечится. Но, тем не менее, почему-то все стремятся к этому модельному весу, к этому анорексичному состоянию. У меня ребенку 13 лет. Я допустила бестактность. Я приехала к себе домой в Киев, искала дочки. Вдруг посмотрела, ну, как бы ребенок раз, и вот месяц не видишь, вырос. Я говорю, так, ну-ка хлеб быстро не ешь. Слушай, звонит мне моя мама, и говорит, ребенок перестал есть хлеб. Потому что она пришла в школу, ей говорят, так, Ева, ну отсюда бутерброд, вот все дети едят. Она говорит, мама сказала, что я толстая. Я себя так грызла. Потом я позвонила и сказала, Ева, я тебя умоляю, хлеб с утра. Ну, вот днем и вечером. Только на ночь ты, пожалуйста, не ешь, но вот только на ночь. Потому что вот мама сейчас пытается не есть на ночь. Я начала подбирать слова, но я чуть не угробила своего ребенка одной неловкой фразой. И вот сейчас могу сказать честно, я зато, я радуюсь, когда мой ребенок кушает. Я, мне плевать, какая она будет по конституции, лишь бы была здоровая. Просто ужаснулась. Я подумала, я никогда в жизни не садилась ни на одну диету. Я себе отказывала есть на ночь. Я себе отказывала в том, что, так сказать, очень дает большую нагрузку сердцу. А говорите, никогда. Как же никогда, когда вы начали, вот я уже третий палец загнула. Вот вы сейчас говорите. Это не диета, девочка моя. А что же это? Это ограничение. Вот это и есть диета. Детка моя, диета, вот то, что приводит к таким результатам. Вы посмотрите в нашей героине, 20 лет она мучается. А это диета. А диетолог у меня есть, диетолог свой. Вот, видите? Он у меня дома живет. Зовут его Коля. Это собачка. Собачка? Это собачка, да. Он доедает все, что... Нет, он не будет доедать. Он сидит вот так вот, когда я только сажусь завтракать, и только намазываю себе бутерброд, он смотрит. Глазами, знаете, голод в Индии. 20 лет. Так, как будто он не ел 100 лет. Точно, точно. Только что с низки причем. Я такой же песок. И я не могу, я отдаю ему этот кусок колбасы, бутерброд с колбасой. Причем я ему срезаю корочки, потому что он не любит жевать долго. И ем корочки. А бутерброд с колбасой отдаю ему. Так что это диетолог, он следит за мной. Поэтому я все-таки в своем возрасте, ну, как сказать... Могу сказать, что я не худая, но я и не толстая. Да. Будьте добры. Можно? Вот две... Мне-то легче. Да. Можно вас рядышком поставить? Вам надо поделиться. Друг с другом. Это сюжет нашего кино. Вот, смотрите. Я ремень наше... Это наглядно видно, сколько... Сколько Татьян... Вот, а мы золотая середина. У вас получается пять Татьян. Пять Татьян. Больше. Больше даже. Да что вы, да это 200 килограмм, а тут 30. Посчитайте. 39, 40, 40, значит 50 уже. Значит 50 уже, минимум. В жизни есть... Вам комфортно? Ну, конечно, можно сбросить, можно. Сколько? Нет, ну на самом деле есть другая проблема, когда тучный вес – это плохой сон. Вплоть до прединфарктного состояния во сне человек. Татьян, ну вы-то хотите есть, хотите набрать вес? Так, 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 так. Я все время хочу есть. И сейчас? А толку нету. И вот, Леонид, я приехала на эту передачу, зачем? Зачем? Затем, чтобы сказать молодым девчонкам, чтобы они вот так, как я, не делали, чтобы в 40 лет не быть вот такой... Вот, смотрите, вот у меня синяки, да? Мне вот за ручку возьмешь, синяки. Восемь переломов. Зачем это все? Зачем так себя доводить? Женщина, которой помогают худеть черви. Не пропустите это после рекламы на НТВ. Наша следующая героиня, чтобы похудеть, не поверите, стала есть паразитов. И сегодня она в нашей студии. Встречайте Тамара Бобейко. АПЛОДИСМЕНТЫ Что, Алену, случилось? Боится паразитов. Боится паразитов? Я подальше прыгаю. Вы не заразны, Ален? Ален очень веселый человек, на самом деле. Алена, как прыгнут сейчас паразиты? Да, поэтому мы немножко... Не, я хочу... Они не прыгают. Не прыгают? А вы сегодня ели с утра паразитов? Ела. Да? Позавтракали, да? Позавтракали. Позавтракали, да. Ну ладно, давайте по порядку. Значит так, ваш максимальный вес какой был у вас? 95 килограмм при росте 164. Ну много, да. А сейчас? Сейчас 65, слава богу. 65, да? Да. Почему решили худеть? К сожалению, я потеряла своего любимого человека из-за полноты. Я очень весила много, и он ушел к более стройной, красивой женщине. Поэтому я решила... И вы решили тоже быть худой? Стройной, худой, чтобы вернуть его и спортом заниматься, и на кефире сидела, голодала. Даже теряла сознание несколько раз в метро, но ничего не помогало. Наоборот, толстела и... Сидела на диетах? Сидела на диетах. Вы употребляете пищу... Психотом. Каких паразитов? Ну, яйца-глисты, насколько я знаю, они находятся в этих ампулах, которые... То есть вы в себе разводите вот этих глистов? Ну, на самом деле, они невидимые. Они очень маленькие. Они невидимые, но они есть. Внимание, видеосюжет. Одна такая капсула стоит почти 600 рублей. В ней яйца-глистов. Черви молниеносно размножаются в организме. Стала принимать два года назад. И буквально за две недели я потеряла 15 килограмм. Паразиты наносят такой колоссальный вред организму. Причем все будет зависеть от того, насколько их много сразу поступило. По словам врачей, после приема этих таблеток в кишечнике Тамары живут сотни широких лентецов. Это огромные черви длиной до 20 метров. Бесконечная макарония, да. Да. Вот, длинная на весь кишечник. Паразиты могут жить в организме до 30 лет. Каждый день они откладывают в желудке до 2 миллионов яиц. Избавиться от червя крайне трудно, уверяют врачи. Многократно тяжело выводится, и нужно проконтролировать. Половозрелые ушли, которые яйца несут, а молодые подрастают. Сыну Тамары Даниилу 7 лет. Врачи-паразитологи предупреждают Тамару. Так как они живут вместе и пользуются одной посудой, то и в организме мальчика могут поселиться опасные черви. Кто-нибудь решился бы ради... Говорят, что красота требует жертву. Да ни один мужчина этого не стоит. Вы что, ребят, таких этих червяков внутри себя. Ну что вы, это действительно неизвестно, чем это все. Есть же масса действительно каких-то методов, да, омоложения тоже. Вот, но от которых просто люди умирают. Ну, друзья, ну это не вариант. Зато смотрите, какой результат. Было 90, сейчас 65. И что дальше? И потеря здоровья? Желудок иногда побаливает. Только... Есть ребенок. Ну, не противно, честно, но вот осознавать, что внутри тебя какие-то червяки там размножают яйца. Я их не ощущаю, на самом деле. Ну вы же знаете, что они там есть. Я так надеюсь, что они выводятся из организма. Я пью очень много жидкости. Мы вообще недостаточно информированы, насколько страдает организм при наличии, да, глистов. И как часто получается так, что человек не верит, что в нем есть. А черви, которые были показаны в нашей лаборатории, они неожиданно начинают выходить после назначенного лечения вопреки вере самого больного. Но я вам хочу сказать еще очень важный момент, что сами черви могут вызывать как и сильнейшее исхудание, так и избыток веса. Пришла больная ко мне необъятных размеров. Она кормила практически в себе, так сказать, паразита огромного. Но сам паразит заставлял ее есть сырое мясо. Я когда делаю котлеты, я их все время пробую, пробую. То есть ему паразитам необходимо было сырое мясо? Да. Это же как бы зараза, это в семье может быть... Это паразиты, они же разговаривают... Нет, а как закончить это дело? Можно ли? Ленка, девушке ребенка в 7 лет. Это даже безответственно по отношению к ребенку. Вы же живете на одной территории, на одном пространстве. Один туалет, одна кухня. Вы же можете заразить своих близких людей. Это же блисты. Дело в том, что... Он не вернет сюда. У меня депрессия, у меня стресс, мне нужно вернуть своего любимого мужчину. Поэтому я готова на счет. Я готова на счет. Знаете, надо меняться самой. Встречаемся завтра в этой студии. Мы говорим и показываем каждый день. Берегите свое здоровье.